привет хорошо что зашли здесь вы получите ответы на все ваши вопросы касательно вас и вашего любимого человека и я буду делать расклад на картах ленорман для вас видео актуально в тот момент когда вы нажали посмотреть на тему хочет ли он быть с вами если что то что мешает вам быть вместе с ним если может быть кто-то или что то здесь оберег для ваших отношений комический оберег и я начинаю работать вначале будет при диагностика потом подробный расклад на картах ленормана девочки нужно смотреть все видео чтобы она для вас работала конечно видео не длинная и вам в помощь делаем длине а дело в том что видео может принести помощь она магическая и так начинаем кстати оставьте мне комментарий хотели бы вы длиннее или короче видео ну вот хочет ли он быть с вами карты готовы и я буду искать его потому что хочет ли он быть с вами поэтому при диагностика будет касаться его ваша карта конечно здесь тоже будет и мы тоже посмотрим ваше состояние в момент просмотра это вот так как пришли ко мне сюда на вот эту магическую консультацию она для всех это общий просмотр но дело в том что когда вы приходите и заказываете деньги свои тратите там ведь тоже в символы те же самые символы правда же и ваша уникальная ситуация так и здесь ваша уникальная ситуация и эти символы будет конкретно вам ответ так что не нужно заказывать все можно смотреть абсолютно бесплатно магия должно быть бесплатно но я вас от вас ожидаю лайк огромное спасибо если вы поставите его и так смотрите это при диагностика конечно после при диагностики сразу начнется расклад а мы видим что он чувствует себя довольно одиноко сейчас и мне хватает близости букет и башня хочет ли он быть с вами он очень хочет быть с вами по этому раскладу и особенно он хочет быть с вами потому что он соскучился за вами он может очень сильно следить соц сетях за вами ему очень сильно вас не хватает у некоторых девочек он может быть в поездке она может быть может быть даже треугольники пока еще вы решаете двоем как быть но он выберет вас если это но треугольники это девочки процентов 20 но пусть 15 слушатели да и вы узнаете себя просто смотрите узнаете обязательность свою ситуацию и может быть даже вы узнаете то чего еще не то то что будет то что будет хорошего ведь здесь не зря эти руны на счастье для ваших отношений понимаете букет это говорит что он бесконечно следить за вами где-то даже вот какую-то фотографию найдет и такой как жадный волк впитывается глазами смотрит что изменилось новая ли прическа новое ли платье но теперь же соцсети теперь мы девочки все знамениты на весь мир а теперь уже совсем по-другому все эти да это все так как есть в этом нужно видеть хорошее потому что это будет конечно давать возможность людям а новым новое развитие абсолютно новое развитие и так хочет ли он быть с вами безусловно безусловно он мечтает он он страдает без вас если он вдалеке он обязательно напишет скоро потому что букет тоже подарки и он даст вам какой-то подарок какое какое-то обещание он скажет что давай встретимся я для тебя что-то приготовил какой-то сюрприз букет это конечно сюрприз ему одиноко без вас давайте тоже посмотрим ваше состояние на время просмотра и здесь вот такая вещь вы очень хотели бы что он был стабильный в доме вы его любите вы тоже очень любите вы домашние вы любите домашний уют вы любите стабильность вы любите когда вы на ты полы сварена еда когда идет спокойное отношение друг другу вы устали от вот этих качель то вниз то вверх неразбериха не у не улаженный быт не устроенный может быть даже безденежья вы от этого всего устали и в глубине души может быть и вы знаете это но тоже очень глубоко в душе вы желаете просто спокойной стабильности просто спокойной стабильности вы к этому очень стремитесь вы на это надеясь здесь и это будет не зря вышли такие карты эти две карты это просто прямой оберег для вас прямой оберег якорь и дом вместе считается как стабильный надежный дом дом который имеет крепкий фундамент но если я переведу конечно здесь все на отношения потому что ведь каждая карта на может разные сферы охватывать здесь идет о том что вы рождены иметь стабильный дом защита высших сил всегда якорь с домом это защита высших сил ну а тоже если на отношения это мужчина который может построить для вас дом стабильный дом построит и дом это тоже отношения когда есть взаимопонимание взаимопонимания не зря на этих картах еще и птица это намек на карту птица а это доверительное отношение где вы друг друга понимаете до конца это то к чему вы стремитесь а вообще по эзотерике очень просто так чему мы стремимся то на что мы смотрим то на что мы себя программируем потому что мозг это божественный компьютер он связан с творцом творец это вот большой божественный компьютер а мы к нему подключены да поэтому вот моя методика она очень чутко работает девочки здесь стабильные отношения стабильная с ним разговоры и улучшение отношений вот даже эти карты я не хочу забирать здесь перед тем как продолжать я хочу сказать что это ваш двойник это очень полезно посылать двойников потому что двойников мы высылаем всегда когда мы стоим в очереди в магазине когда мы говорим соседкой всегда мы не можем просто так соседка говорить всегда выходит на общую территорию двойник наши двойник соседки и у нас миллиарда этих двойников отделяется такие маленькие лучики энергии энергии да поэтому вы когда смотрите этот расклад вы послали свой лучик свой лучик чтобы я вас знала вот сюда вот на этот магический стол и он внедрился эту карту только на время просмотра а его лучик энергии внедрился на ту карту когда расклад заканчивается его лучик возвращается к нему и рассказывает все ему он конечно не будет знать что вы на него смотрели но подсознательно он все поймет но подсознание потом свяжется со знанием и произойдет перемена в лучшую сторону между вами на двух словах иногда так нужно это сказать вот нам я конечно посмотрю если какой-то негативно вас тоже карты я забираю и вот этот оберег просто я посылаю вашему двойнику это будет расклад на двоих на отношения он называется иногда вокзал для двоих по-русски но это расклад на отношения это вы и он может так сделать чтобы еще и сверху были карты потому что мне нужно тоже и мысли посмотреть так это что было есть и будет прошлое настоящее будущее вот вот такие классические все вопросы которые задаю задавались веками людьми и ничего не изменилось мы до сих пор биологически мы до сих пор а еще в 21 веке биологические существа которые хотят любви и так хочет ли он быть с вами что будет дальше да что будет дальше давайте я вначале выложу смотрите вы видели все да вы видели все воочию хочет ли он быть с вами что будет дальше вы видели все воочию он готовит вам подарок не зря здесь такие руны дом между вами и это дом дневной то есть дом где все видно если есть в этой карте кстати карта колода домах а есть еще ночной дом и ночной дом передает то чего не видно обвесли ему видно что он хочет быть с вами он это знает знаете ли вы это сейчас посмотрим в его мыслях смотрите в его мыслях есть карта леса что это карта леса означает в данном случае скорее всего он знает что есть какой-то негатив на вас потому что что ему мешает мешает какая-то леса и девочки каждый узнает что то за леса в ваших мыслях ваших мыслях кольцо если отношения уже официальные вы думаете что как будет дальше будет будет ли продолжаться это буду ли я за ним замужем как будет дальше у вас мыслях кольцо у вас конечно к нему есть любовь у него мыслях леса поэтому он чувствует что кто-то мешает отношениям есть какие-то препятствия что у него на сердце что у него на сердце он чувствует что он что-то теряет эта карта крысы что у вас на сердце что у нас на сердце букет а вы помните что букет вышел с его стороны в при диагностике вы очень хотите быть привлекательна для него вы делаете все вы может быть следите за своей фигурой или может быть в последнее время немного пополнили и переживаете переживаете да об этом может быть вы заботитесь о том что где-то вы волнуетесь что вы стали старше может быть так да потому что на сердце у вас все-таки букет а букет это с одной стороны хорошая карта но к поскольку я ее же компонуя с потерями да вы боитесь что вы теряете его потому что крыса с его стороны что эти крысы означают что эти крысы означает вы знаете карта якорь покрывает крысы и я прямо скажу что он просто теряет стабильность он теряет почву под ногами это связано с какими-то потерями у него он чувствует что он теряет почву пандак под ногами он теряет ваше доверие что это за леса что-то за предатель который против ваших отношений разговоры какие-то идут разговоры и они обманные они фальшивые какой-то человек наговаривает на вас ему какой-то человек хочет погубить ваши отношения что за человек а карта всадник этот человек который вы знаете его или и и он знает его или его человек который имеет на него виды прямо скажем кто-то имеет на него какие-то виды кто-то хочет что-то что такое гроб кто-то сделал какой-то приворот вот вышла вышла целая куча карт но я именно на на какую карту упал взгляд предсказатель этот карты и работает а девочки это тот кто сделал какой-то приворот какой-то какая-то леса сделал на его приворот мы сделаем расклад на лесу через минуту я закончу этот расклад и будет распад еще на лесу на него не на вас на него сделал кто-то приворот смотрите он может жаловаться на самочувствие в последнее время он может говорить что он себя хуже чувствует смотрите как все поворачивается да это ему мешает вы знаете ему мешает быть с вами не то что он нет он никого не имеет я не вижу здесь измены ничего он плохо плохо стал себя чувствовать он теряет силы карта крысы он теряет силой он теряет почву под ногами x крысы вместе с якорем кто-то сделал на него приворот но знаете с на что и карта гроб я не хочу говорить на что но вы догадываетесь кто-то его ненавидит может быть он отказал какой-то женщине когда-то кто-то его очень сильно ненавидит как это отразится на ваших отношениях как это отразится знаете карта корабль она хорошая он к вам приедет он попросит у вас помощи он считает что вы для него как оберег потому что ваш дом это для него спасение четкое спасение смотрите все таки вот есть есть это порча есть этот глаз кто-то его просто очень сильно ненавидит вот и все здесь все четко и понятно да видите как все поворачивается то и кто это может быть я потом сделал смотрите карты сами выпрыгивать еще и ночной дом мурашки идут по коже от этого расклада вообще эти тайны старого замка они показывают именно тайны чего человек не знает а я вообще люблю тайны смотреть потому что на мой взгляд только карты могут тайны показать ничего другого а ночной дом и дневной дом он хочет и днем и ночью быть с вами когда он не с вами он чувствует что он теряет силу он чувствует что кто-то маги щит против него здесь магия здесь девочки здесь не другая которая бы увела это совсем не той немножко так распределил что бреднее было да здесь магия потому что мы видим карту коса и здесь все понятно здесь идет магии причем черная магия смотрите как какое слияние карт кому-то он перешел дорогу это может быть это может быть какой-то сотрудник это может быть бывшие которые которые он оставил это может быть женщина которую он отказал это могут быть клиенты которые вы знаете клиенты же есть психи понимаете есть человек просто ему невозможно угодить он либо купить что-то он все равно недоволен всегда будет есть такие люди они просто больные и у него вот вот это случилось да потому что в мире есть больные люди и такие люди они не просто недовольны если не что-то там у него приобрели если он в продажах они просто ищут возможность навредить кому-то этой это их питает пятна вампиризм такой до зацепку делают чтобы окей я там приобрел не то что ты мне не дал то что я хотел да но этим людям никто не даст что что они хотели когда мы что-то покупаем это для нас сто процентов нужно нужно для того чтобы например закончить покупки больше никогда не покупать чтобы так удариться в дно любая книга зависит от того кто ее читает любое платье зависит от того кто его носит как носит это платье человек да потому что идеале платье а дело в том что человек не умеет его носить но я примерно привожу до примером привожу кто-то есть какой-то человек который якобы думает, что он ему навредил и поставил на него очень и очень плохо. Он теряет силы, он чувствует, что без вас он никуда. Когда он теряет связь с вами, потому что или много работы, или нужно что-то другое делать в жизни, он чувствует, что он умирает буквально без вас. Что между вами? Посмотрите внимательно. Между вами два дома, а это будущее и днем, и ночью. Он и днем, и ночью будет с вами. Это безусловно. И хочет ли он быть с вами? Посмотрите, между вами хочет ли он быть с вами? Два дома. Это карта очень позитивная, особенно в этой колоде. Так что он очень хочет быть с вами. Он хочет иметь с вами общий дом, общий быт. Вообще все общее и днем, и ночью. И днем это дневной дом, и ночной дом, и ночью он хочет это очень сильно. И смотрите, что выходит, с вашей стороны вышли очень и очень хорошие карты с его же стороны, прямо скажем. Если бы тут хотя бы что-то было, зацепка какая-то, она положительная, я бы сказала. Но он встречается с этим человеком, который на него поставил. Да, встречается с ним как? Скорее всего по деловому или по семейному. Это может быть какой-то, знаете, иногда родители по незнанию вредят. Да, или это может быть семейный человек тоже. Он его видит, он его видит. Даже, может быть, в соцсетях за ним следит кто-то, кто буквально в соцсетях тоже можно это сделать. Но, понимаете, там такая вещь, в соцсетях, чтобы поставить на человека, нужно тоже его знать лично. Вот тоже нужно знать лично, хотя бы как-нибудь знать лично. Так что здесь вот такая вещь, что-то с ним не то идет сейчас. И это ему мешает, потому что это у него забирает энергию. Но то, что он будет с вами, это однозначно и хочет и будет. Причем у вас в голове кольцо. Либо он пообещал и вы ждете, либо вы в отношениях и сейчас все сошло на нет. Понимаете? И на сердце букет, любовь у вас к нему очень горячая. Да и у него к вам просто притяжение. Дом это то, что притягивает. Дом все хотят, без дома никак. Я сейчас буду смотреть советы вам и точно узнаем. Вообще понятно, что хочет быть с вами. А будет ли? А будет ли? Девочки, карта Лилия. Карты гадают, карты мощно гадают. Карта Лилия говорит, будет. И будет с вами на всю жизнь. Потому что Лилия это карта на всю жизнь. Он без сомнения будет с вами и будет с вами на всю жизнь. Что вам делать, совет? Что вам делать? Ну мы нарисуем в конце, посмотрим, как я обещала. Это карта Луна. Но это волнение, да? Карта Луна, она представляет собой волнение. И здесь однозначно не волноваться. Если вы можете, да? Не волноваться. Немножко так сделаю, чтобы вы себя видели. Не волноваться ни в коем случае. Луна говорит тоже, что, понимаете, вы сами уже женственные, красивые. Я вижу, что есть заморочка насчет вашей внешности или насчет того, что может там другая есть. Луна букет. Кольцо Лилии. Ведь все читается вместе. Вы очень красивая, какая вы есть. Не заморачивайтесь об этом. Абсолютно. Позаботьтесь о себе. Луна вообще позаботится о себе. Это по астрологии напитать себя нужными элементами. Микроэлементами в диете. Кстати, вы совсем запустили свою диету. Едите как попало, что попало. И когда делаете еще что-то на ходу, вы совсем запустили свою диету. Микроэлементы вам необходимы. Луна это микроэлементы, конечно. Луна-то вообще питать себя. Себе любимое. Платьишко купить красивенькое, да? Ну, не обязательно дорогое. Себе любимое сделать приятный вечер. Ведь все, что нам нужно, это себя любимое, да? Потому что, девочки, что такое счастье? Я вам сразу скажу. Счастье это состояние внутреннее, когда мы говорим себе, у меня все хорошо. Оно не зависит от внешних обстоятельств, девочки. Не зависит совершенно. Потому что нельзя измерить счастье. Нельзя. Это внутреннее состояние. У вас его нет. Потому что луна говорит о волнениях. Вы заботитесь о нем и переживаете. Не нужно переживать. Потому что две карты. Дом это двойная защита. Уже и так понятно, что вот эти враги. Я здесь вижу одного врага. Знаете, ну две совы. Один враг это лиса. Может быть три врага тоже. Но один самый сильный. Либо же враг с ним ведет какие-то переговоры. Этот враг может быть человек, с которым он связан делами. Но поставили на него, понимаете. Хотят или его бизнес, или хотят его вытолкнуть. Но есть же такие люди. Они думают, что если у кого-то будет хуже, у них будет лучше. Так не бывает. Так не бывает, девочки. Потому что за негатив человек очень жестоко платит обычно. Итак, совет. Совет, 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 совет. Коса. Перестать волноваться. Вот выбросить плохие мысли из себя. Совет. Это совет, да? Смотрите. У вас все хорошо. Потому что кольцо, лилии, букет. Все хорошо. Но есть волнение. И совет перестать волноваться. Вот так карты Ленорман, это как предложение составляем. Причем вы свидетели этих всех предложений сами здесь. Я сейчас уберу эти карты. Потому что я, как обещала, мне нужно посмотреть что-то за леса. Знаете, я не буду убирать дома. Лесу я оставлю, потому что будем на нее смотреть. Береги. Окей. Его положила я в колоду. Поэтому так и нужно было. Сейчас мы посмотрим еще и сделаем одну предиагностику на него. Что такое? Что такое? Почему он сам пошел назад в колоду? Видите, какие расклады живые. Моими руками ведет ваша судьба. Я даже не знаю, что я делаю, что я говорю. Почему он пошел в колоду? Он же живой. Карты живые, девочки. Карты живые. Почему он пошел в колоду? Кто его знает? Давайте сделаем так, чтобы было еще более четко. Так, оставайтесь, девочки, потому что важную информацию сейчас получите. Подождите. Я делаю так, потому что оберег остается, самое главное. Делаю так, потому что мне нужно знать, зачем он пошел назад в колоду. Карты живые, они сами гадают. Я здесь просто, вот, моими руками ведет судьба ваша. Я даже не знаю, что я делаю. Но, как предсказать, я обязана доверять всему, что происходит. Итак, смотрим еще раз диагностику. Он пошел назад в колоду. Он хочет еще что-то сказать перед тем, как мы будем смотреть на эту лесу. Что он хочет сказать? Что он хочет вам сказать? Он просто окружен змеями. Эти змеи могут быть его сейчас домашние. Он просто окружен змеями. Ну, домашняя может большая семья, может родители, может что-то. Девочки, родители это всегда, они не хотят. Ну, там где-то процентов, один процент родителей там специально делают. В основном родители никогда не хотят навредить. Получается у некоторых, да. Он окружен змеями. И как, конечно, карта магии, черная, это метла. Домашние ли это люди? Видите, как идет разговоры о нем идут. Змеиные разговоры о нем идут сейчас. Ох, опять карта крысы. Ну, все понятно. Смотрите, что происходит. Он теряет. Он что-то теряет. Он, кстати, может терять мужскую потенцию. У меня есть... Вообще, у меня есть хроники Акаши. Интересная чистка. Все бесплатно. Я там, ну... Я вам показываю время этой чистки. Магическое растение. Хрен. Да? Хрен. Вот. Потому что оно символ мужской потенции. Может быть, он теряет потенцию из-за нервов. Может, кто-то поставил на его потенцию. Просто щелка-челка здесь. Идут змеиные разговоры за его спиной. Идет какой-то наговор на него. Хоть бы это не было на его дела. Ну-ка посмотрим. Нет. Это не на дела. Потому что вышла карта крест. Это на него как на личность. Это на его жизнь поставлено. Неожиданный поворот. Да. Вот это ему и мешает, в принципе, проявить хоть какие-то чувства. Потому что идет борьба за его жизнь. Да. Неожиданно. Это он хочет вам сказать. Он это знает и сознательно тоже. Он знает. Он не знает, почему он теряет энергию. У него могут быть какие-то привязанности. Он все время грустный. Он все время как выжатый лимон. Мы сейчас его полечим. Мы здесь сделаем так, что он рядом с картой дом. И дом это для него вы. Ну и оберег между вами. Но сейчас посмотрим на то все-таки злополучную лису. Как я обещала. Я посмотрю в конце. Что это за личность такая? Характеристики этой личности будут видны. И что здесь происходит такое с ним непонятное, да? Кто мешает? Кто мешает? Что это за лиса? Вы ее узнаете. Я сделаю расклад. А потом вам и протрактую. Ну понятно. Он кому-то... Интересно, луна и солнце вместе, да? И два дома здесь. Свет и тень. Свет и тень. Он кому-то перешел дорогу. Он кому-то... Змея. Он... Может это женщина. Потому что змея это женщина. Но тоже связано с мужской потенцией карты змея. Он кому-то перешел дорогу. Он кому-то отказывал в сексе. Скорее всего. Скорее всего. Да, кстати, дно колоды был ключ. Это был человек, который решил, что он его враг. Давайте. Знаете, иногда я только дно колоды смотрю, когда у меня взгляд упал. Потому что когда я читаю, все не мое. Все принадлежит раскладу. Я вся как личность принадлежу раскладу во время чтения. Итак, что будет дальше? Сможет ли этот человек продолжать магичить и черную магию делать на него? Знаете, карта Аиста хорошая карта. Так что здесь четко вывод. Нет. Но понимаете, здесь вот как интересно. Я даже так выложу, чтобы вам было виднее и понятнее. Два дома вышли между вами в раскладе на отношения. То есть он хочет с вами быть и днем, и ночью. Вы его оберег, а он ваш оберег. Вы рождены друг для друга. Все это понятно, четко, ясно. С его стороны была куча негатива. Сейчас мы разбираемся с этим негативом. И был вопрос, сможет ли этот враг что-то сделать. Потому что одно дело, когда заказывают черную магию, а заказали на него 100%. Вот. Это одно дело. Но не всегда у них получается. Понимаете? И я спросила, что будет дальше. Да, сейчас ему плохо. Сейчас он на раскаленных углях. И может он и заслужил этого. Кто его знает. Может он и вам тоже здорово кровь попортил. И так вселенная поворачивается. Что кто-то сделал ему. И это тоже такая обратка и для вас идет. Так бывает. И я спросила, а как выровняется все? Или же он все, он потерян навсегда? И что выходит? Выходит карта Аисты. Понятно, да? Выходит карта Аисты. А это карта счастья. Перемены где? Два дома. Перемены где? У него произойдет трансформация в голове и в сердце. В результате всей этой черной магии, в результате всего этого нажима на него, страшного нажима, произойдет озарение. Произойдет озарение. Он выровняет свою жизнь, сделает ее более стабильной. Он организует свою жизнь, упорядочит ее, больше обманывать врать не будет. Перестанет жить, может, двойной жизнью у кого-то из девочек. И он поймет, что перемены необходимы. И человек, только сам исправив свои ошибки, исправив также свои наклонности, вредные для него и для других, а также исправив свои привычки. Вот это самое главное, да, знать, что только человек имеет возможность исправить его наклонности и привычки. Никто другой. И как только вот эта такая ниточка, да, ниточка, потому что все взаимосвязано, мы все это сетка такая, да, люди, все галактики, это все такая сетка, которая управляет высший разум. Ну, как Бог называется, да, это огромнейший концепт, с человеческим умом его не постичь. Так вот, это такая сетка очень чувствительная. Как только он выравнивает свои привычки, то есть не врет, ведет регулярную жизнь, к вам относится по-человечески, так как он и должен относиться, а все остальное выравнивается. И вы чувствуете себя удобно в доме. Не зря же вам якорь вышел. И там такие карты были великолепны. Кстати, букет, подарок от него. Скорее всего, подарком от него будет то, что он изменит свои привычки, наклонности. Он скажет, больше не могу. Вот как человек ударился о дно. И скажет, больше не могу. Вот мешает ему, да, мешает ему черная магия, которая на него сделана была. Но я не знаю, ли все меня здесь поймут. Девочки, если непонятно, не волнуйтесь. Подсознание ваше все поймет. А сознание постепенно поймет все, да, то, что я сейчас скажу. Что эта черная магия иногда бывает так, что она как благословение. Потому что тогда человек понимает, он так копается в себе, он начинает копаться в себе. Когда на него была сделана эта черная магия, он потерял сон, он потерял энергию, он как выжатый лимон. У него лицо нездоровое. Если вот ваш мужчина, обратите внимание на его лицо. Мы иногда не смотрим на своих людей, да? Как бы знаем, как они выглядят. Обратите внимание на его лицо. Вы увидите, он какой-то серый. И он знает, он себя видит каждый день в зеркало. И он чувствует свою энергию, он чувствует плохое самочувствие. Он просто тянет ноги на работу и потом домой тоже тянет ноги. Независимо от того, вы уже с ним живете или нет, тянет ноги домой еле-еле. Поэтому о какой-то может идти речь чувственности, да? Хотя я хочу сказать, что не все живут в одном доме. Некоторые будут жить с ним в одном доме. Вы его любите, он вас любит. Это может быть ваше будущее у многих. А у некоторых, если вы живете уже в одном доме, вы так его ощущаете. Или если вы еще с ним не живете, он вам в смс может пишет. Очень часто. Не могу встретиться. Чего не можешь? Устал. И вы думаете, он врет. У него как-то есть. Девочки, это неправда. Он действительно устал. Он действительно устал. Потому что вышел ему букет. Он хочет вам подарить подарок. Но у него просто нет сил. И я хочу сказать, что для него это черная магия, как ни странно, но здесь уже высшее проведение работает, является благословением. Этот человек, который делал магию, он не знал, что он своей магией, черной, страшной, сделал так, что человек опомнится, отрезвеет как бы, протрезвеет, да? Протрезвеет и начнет видеть все как есть, исправит свою жизнь, исправит свои привычки. И тогда все, такая ниточка связь, и с вами у него отношения будут налаживаться. Появится человечность в отношениях с вами, появится чувственность, появится желание быть вместе, желание жить появится. Вот это все придет. Это удивительно просто, как расклад сегодня ведет. А я все-таки хочу на эту лесу посмотреть. Все-таки хочу посмотреть на эту лесу, чтобы карты показали, а что будет у этого подлеца. Но я хочу сказать, что здесь подлец, он сыграл правильную роль, не зная об этом. Что будет у этого подлеца? Это карта ребенок. Подлец отодвинется от него. Ребенок это чего-то мало. Я положу ему под него. Вам не знаю, или видно. Может быть, я так сделаю, чтобы все-таки его видели. А подлец от него отодвинется, отойдет от него, изгинет. Изгинет полностью. Карта ребенок говорит, что он видится с этим человеком, будет меньше. И в его жизни этот человек будет иметь все меньшее и меньшее влияние на него. Будет все меньшее и меньшее отражаться. Потому что он понял, зачем эта черная магия была сделана. Интересно как, да? Это своего рода палач такой, да? Палач, который делает дело, вот как назначено было проведением. И вроде он что-то действительно ему делает плохо, но он как на раскаленных углях, ваш мужчина, он начинает понимать, что не так. И каждый человек должен знать, что даже если сделана магия, нужно принять, что это вот как бы моя ошибка, тогда да, нет, это не его ошибка, он не виноват. Вот именно с этим, может клиент, может скорее всего сотрудник, скорее всего или родственник. У кого как. Понимаете, он не виноват перед этим человеком. Человек вот этот леса, псих, но не в этом дело. Ему его нужно было встрясти. Вы не могли его так растрясти, вы хотели, вы пробовали не один раз привести его в чувства, растормошить, сказать, вы ему сказали и не раз, оживай, в конце концов, стань человеком, стань живым, я тебя не вижу, ты какой-то мертвый, вы ему говорили, стань живым. Вы помните там и гробе, что только не выходило, и крест выходил, да? Он был не живой из этого влияния, но ему нужно было удариться одно. Он бы иначе никогда не прозрел, а теперь он начнет прозревать. Была карта Солу, вы видели, поэтому я сказала, самый главный враг есть, еще есть два. Я хочу посмотреть все-таки, а тем другим что-то будет, или кто они эти другие, с двух сторон будет. Слева и него и справа. Это карта Тучи. Может быть, люди выпивались не вместе, какие-то его друзья, но они будут продолжать выпивать, они не прозреют. Это понятно, да? Может быть, вот какие-то балаболки, да? Карта Тучи, это те, которые пускали ему пыль в глаза. Это небольшие враги, но лиса-то самый большой. И еще один. Карта Рыбы была, кто-то зависть на деньги имеет. Кто-то имеет зависть на деньги, и эта зависть очень серьезная. Понимаете? Действительно, здесь идет речь о том, что кто-то просто, кому-то, он перешел дорогу, кто-то считает, что он может быть успешным, а он действительно будет успешным. Может быть, у вас будет даже два дома, один загородный, один в городе. Может, у вас будет дача и дом. Или же еще какой-то, какой-то маленький дом в теплой стране. Кто, кто, кого, как. Понимаете? На деньги. Есть зависть на деньги, и здесь вот есть еще такая муть, муть, да? Но я бы сказала, что вот эта лиса самая главная, и ребенок говорит, что он, в общем, мало будет уже с этой личностью общаться. Давайте я вернусь к карте Солнца и Луна. И это серьезно, потому что Солнце – это успех, а Луна – личностная жизнь, и поставлена была на его успех, да, здесь деньги на успех и на личную жизнь. Но, как я уже сказала, этот палач свое дело сделал. Человек ваш прозревает, и мы ответим опять на вопрос, хочет ли он быть с вами вместе. Два дома, девочки, и потом Аист вышел. Сможет ли этот негативчик у вас отобрать этого человека? И здесь не идет речь об измене, отобрать его душу, другими словами. Вышли Аисты так, что нет, не сможет. Нет. У вас будут перемены, любовные в жизни. Два дома и Аисты – это только о позитивных переменах у вас. Это очень хорошо. Вот такой замечательный расклад. И то, что ему мешает, уходит, потому что ребенок и леса просто сходят на нет и уходят навсегда. И освобождается у вас место. Платформа такая, да, плацдарм такой, такая платформа для счастливой семейной жизни. И днем, вот здесь днем, и здесь ночью. И еще расскажу, может быть, даже будет у вас какая-то еще недвижимость дополнительная. Это может быть такая недвижимость, что в одном доме вы будете жить, ну или в квартире, или в доме. Может быть, в вашем, или в его. А другой дом будете сдавать, чтобы вам был дополнительный доход. И вы будете счастливы. У вас будут финансы тоже на счастливую жизнь. Такой расклад, он магический, он был очень серьезный. Девочки, не уходите. Пожалуйста, кто хочет, чтобы расклад вам помог? Кто хочет, чтобы расклад помог вам и ему, и вашим отношениям? Это всего секунда. Это не для меня нужно, потому что полминуты моему видео погоды не делают, но делают погоды на ваши отношения, потому что очень важно знать, что нужно сказать аминь. Я здесь священнослужитель для вас, чтобы расклад начинал сбываться. а я тем временем хочу сказать огромное спасибо за лайк, потому что лайк вы ставите в принципе для себя. Это такая безденежная плата за мою работу, потому что энергетический обмен должен быть, а я считаю, что магия должна быть всегда бесплатная, всегда. Но все-таки энергетический обмен должен быть, потому что это очень большая усталость делать расклады. Я люблю это делать, люблю вам помогать. Подписывайтесь, девочки, на канал. Я дружу с вами, потому что делаю видео и, конечно, для подписчиков настоящих и перспективных делаю. Итак, идет к вам оберег рунический, идут к вам назад ваши прекрасные двойники. Они забирают уют ваших домов и складывают вашу жизнь вместе, чтобы вы тесно-тесно любили друг друга. И да будет так во веки вечной. Аминь. Обнимаю вас всех из Ванкувера и с нетерпением жду вас, когда вы опять придете ко мне в гости. А я, с вашего позволения, приду к вам. Всем добра и любви. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok